Привет! Новый смартфон Oukitel K15 Plus, про который я рассказывал несколько дней назад, уже продается на Алиэкспресс по цене 89,99 долларов. Она продержится всего лишь до 20-го числа и количество устройств ограничено. Давайте быстро пробежимся по характеристикам и посмотрим, в чем фишка этого красавца, а она тут есть. И это аккумулятор. Oukitel K15 Plus позиционируется производителем как портативный аккумулятор с экраном. Устройство оснащено аккумуляторной емкостью 10000 мАч, которого хватает на 774 часа в режиме ожидания. Смартфон работает до 68 часов в режиме разговоров. Видеоролик подтверждает, что смартфон может проработать более 23 часов со 100% громкостью и яркостью со включенным Wi-Fi и Bluetooth при просмотре видео. Этот смартфон нужно заряжать раз в несколько дней, а еще он может использоваться для зарядки других смартфонов. Вообще по внешнему виду K15 Plus смахивает на серьезно защищенный смартфон, но это не так. Защита в нем присутствует только от царапин и небольших падений, так как он получил прорезиненную заднюю панель и металлический корпус, которые и защищают его. K15 Plus имеет большой 6,52-дюймовый экран с каплевидным вырезом разрешением 720 на 1600 пикселей. USB Type-C порт зарядки находится посередине снизу. Эта модель поддерживает обратную зарядку. Сверху находится разъем для наушников 3,5 мм, а с левой стороны слоты для двух сим-карт и карты памяти. Своей же памяти у него 32 гигабайта с возможностью расширения до 256 с помощью флешки. Сердцем здесь является однокристальный процессор Mediatek 6761 или Helio A22, сделан по 12-нанометровому техпроцессу с тактовой частотой 1,8 ГГц. Графика PowerVR GE8300 с частотой 500 МГц. Характеристики по части производительности так себе, для обычного нетребовательного пользователя сойдут. И глючить смарт не должен, так как смартфон работает под управлением чистой Android 10. Основная камера является 13-мегапиксельной, фронтальная имеет расширение 5 мегапикселей. Я не жду замечательных фотовозможностей от смартфона, так как моя практика тестирования подобных устройств показывает, что фоткают они стандартно, не хорошо и не плохо. Что можно еще выделить, так это то, что телефон поддерживает 4 основные навигационные системы. GPS, Glonau, Beidou и Galileo, функцию NFC, разблокировку по лицу и отпечатку пальца. Стандартный набор для комфортного использования в 2021 году. В общем, как вы поняли, главная фишка K15 Plus является аккумулятор на 10 тысяч махов. Это в два раза больше, чем большинство нынешних смартфонов на рынке. Так что, если для вас важна автономность и большая мощность для вас не является приоритетом, то это устройство стоит вашего внимания. Цена в 90 долларов будет до 20 числа. Так что, переходите по ссылке в описании и решайте, покупать его или нет. Рад был для вас стараться. Скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok